Они обычные подростки, школьники, такие же, как и ты. Они читают книги, знают все о моде, занимаются спортом и, конечно, развлекаются. Именно они расскажут тебе о самых интересных молодежных событиях Ноябрьска. Как, а как фишка ляжет. Привет, ребят! Это программа «Фишка» на канале «Ноябрьск-24». И у меня сразу важное политическое заявление Таши. Кстати, а где она? Сейчас узнаем. Дорогие мои, застряла в пробке. Начинайте программу без меня. Целиком и полностью полагаюсь на решение фишки «Люблю, целую, ваша Таша». Так, я не понял, она это на ходу сочиняла? Какие пробки! Ой, да ладно, давайте начинать, а? Давайте. Итак, сегодня мы будем на соревнованиях по тэквондо. Вычислим лучшего школьника Ноябрьска. Покажем настоящее северное сияние. И окунемся в мир на отдельные живописи. Бросаем фишку? Пусть поможет нам. Раз, два, три! Вот я и думала, что сегодня мне непременно повезет. Мои поздравления, решай. Юджин, ты самый сильный среди нас, отправляйся на соревнования по тэквондо. Какое неожиданное решение. Не поясничай. Юша, расскажешь нашим зрителям про северное сияние? Ну, конечно. Мое любимое явление природы. Каждый день наблюдаю. Супер. А я тогда вычислю самого лучшего школьника Ноябрьск. А Таша, так уж и быть, пусть рассказывает о татуировке. Вот и отлично. Забиваем пятюни и в путь. Давайте. Есть ли способ найти самых лучших учеников города со всех школ? Конечно, да. И конкурс ученик года тому подтверждение. Мы с фишкой сами проверим и узнаем самых лучших учеников. В моем мешочке лежат задания. Бери любой, который нравится, и читай фант. Спеть любимую песню, стоя на стуле, на одной ноге и жонглировать тремя мелкими предметами? Да? Кто придумывал это? Не знаю. Доставай любой фант и читай его. Положить в рот дольку лимона и рассказать стишок. Давай. Я помню чудное мгновение передо мной. Передо мной явилось ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Там я не... Надуть шарик так, чтобы он лопнул. Держи. Танцевать минуту без остановки. Уже тысячу лет бытует мнение, бьет, значит любит. Согласитесь, некомфортно такое узнать от родителей, только что вернувшихся со школьного собрания. А как реагировать маме с папой, если их ребенок тоже бьет, потому что любит? Все просто? Сейчас мы окунемся в мир тату. Не отставайте. Хочется, чтобы вы понимали, для каждого народа и каждой эпохи татуировки имеют свое значение. Например, у племени Маори татуировка означает сакральный обряд. А вот до 500 года в Японии татуировки были лишь привилегией для императоров. Так что определитесь, кто вы? Маорийский Тэпуни или японский Ямото Такасаки? Или же просто подросток, чье безрассудство порой берет верх? В общем, татуировки это просто. А чтобы еще было проще, я прямо сейчас познакомлю вас с немалоизвестным татуировщиком Ноябрьска Джонни Лу. Привет. Так, Джонни, привет. Расскажи, как здороваются татуировщики? Ой. Все так просто. Ну, Джо, предлагаю сразу посвятить меня тату-индустрию. А откуда у тебя вообще берутся идеи для тату? Где черпаешь вдохновение? Везде смотрю на мир вокруг, да и потом дома сижу, рисую, когда-нибудь. Это что ты такое увидел, что у тебя такой огромный рукав? Просто пробовал краску новую. Как бабуля отнеслась к татуировкам? Отнеслась нормально. Нет, давайте. Посмотрите, какой у нас дедок модный, современный. Ладно, тогда предлагаю пойти и еще более углубиться в мир тату. Согласен? Конечно. Мы ушли. Как в нашем городе много талантливых ребят. Но многие скрывают свои таланты. Но от корреспондентов телепрограммы «Фишка» ничего не утаишь. И сегодня в поисках новых звезд я отправляюсь на «Северное сияние». Стоп, стоп, стоп. Мне кажется, вы меня неправильно поняли. Я иду наблюдать не за красотой природы. Я отправляюсь на 19-й городской фестиваль детского и срадного творчества. И моя задача сегодня найти самых талантливых ребят из зажечь их звезды. А какая звезда от «Фишки» станет твоей? Спорт, спорт и еще раз спорт. И ведь правда, спорт – одна из неотъемлемых частей нашей жизни. Именно поэтому сегодня я здесь на соревнованиях по тэквондо. Что ж, буду заряжаться спортивным духом. На какой вид спорта, по-твоему, больше всего похож тэквондо? Он чем-то похож на карате. Там тоже можно использовать ноги, руки. Но у нас более помягче, у нас защиты больше. У нас есть жилеты, шлема, накладки на руки, перчатки, потом на ноги еще накладки и футы. А можешь мне показать несколько приемов? Я тоже хочу научиться драться. Ты знаешь, что значит слово «тэквондо»? Это уметь себя счать. Тэквондо – тэг, рука, вон, нога, до, блок. Что ж, мы действительно убедились, что ребята готовы на многое, чтобы стать лучшими учениками. И даже пройти наш тест на знания практически из области фантастики. Сколько звезд в Солнечной системе? Много. Много, думаешь? Девять. Девять? А, звезд? Да, ну звезд примерно так. Очень много. Много, да? Очень-очень много. Примерно сколько так посчитаем давай. Звезд? Да. Миллиарды? Их очень много. Дюжина – это сколько? Дюжина, дюжина. 12 сантиметров? 12 сантиметров. Много. Много? Очень. Сколько букв в английском алфавите? Тридцать… Два. Два. Тридцать одна. Двадцать девять. Сколько букв в английском алфавите? Двадцать три. Или двадцать шесть. Двадцать шесть. Сколько букв в английском алфавите? Ой, сейчас. 26. По-моему, 24. Какой орган пересадили в рассказе «Собачье сердце»? Может быть, «Собачье сердце»? Да, правильно. Конечно, может быть. Сердце? Сердце? Конечно, сердце. О чем мы говорим? Сердце. Сердце? Нет. Мозг. Да мозг же. Ногу. Ногу? Куда пересади? Джонни, ты работаешь на основе бумажных эскизов, так называемых флешей, или по принципу фрихенда? Да, вот. Бумага. Чтобы делать переводки, сначала рисую эскиз, потом ввожу его и перевожу на кожу. Например, этот клеверок бился вручную, без использования машинки. Серьезно? Просто иголкой. На каусе называется «Хэндпок» стиль такой. Почему вообще решил забить себя, и какое было самое первое тату? Покажешь? Да, покажу. Нет, 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 это не надо. А вот эта цифровка. Я здесь в ноябрьском делал браслетик из цифр. А что значит? Год рождения. Будем считать твои татуи, сколько их вообще у тебя на теле? У меня? Ноль. А у тебя? Не знаю, наверное. Давай, вставай в общем, мы с тобой сись будем. До процентов 20, я думаю. Ну, это 2, 4. 8, 9, 10. Большая татуировка. 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 35. Там под носком 40. Россия, карта? Да. Мы живем где-то... Там родинка. На родинке живем? Да. Вы понимаете, насколько человек... Друзья, каждый второй сталкивается с такими шедеврами, скетчами, как ужасные татуировки, о которых хотелось бы забыть. Вот у меня у друга, например, прости, пожалуйста, мой друг, татуировка на пятке в виде смайлика. Как вообще перебивать такие татуировки? Можно ли это сделать? Есть такие каверисты, мастера, которые занимаются этим, у них это хорошо очень получается, и лазер. Предлагаю тебе побатлиться, в общем. Мы с тобой берем любую картинку. Ну, я тоже подготовилась. Нет, не подготовилась. А мы все ближе к нашим звездочкам. А так как здесь певцы и танцоры, начнем по порядку. Ты давно поешь? Ну да, с 4 лет уже. А тебе сколько сейчас? 9. Я пою лет с 6. Давно поешь? Да, 11 лет. Недавно начала петь и сама научилась. Самая любимая песня из твоего репертуара? Систер Блюз из репертуара Молли Джонсон. Знаешь, мама? Наверное, Маленький принц. Именно та песня, которую я сегодня буду петь на галоконцерте. А как называется? Сестра. Каких вершин ты уже достиг? Покорил Эверест? Нет, я вершинность достигаю в вокальном исполнении. Нет еще, но у меня есть такая цель. Я не знаю. Она такая счастливая. Это так надо. Эверест покорила? Конечно. Несомненно просто. Ты уверена в победе или надеешься на удачу? Уверена в победе. Я достигаю победы, занимаюсь. То есть, ну я, скорее всего, уверен в победе. Да. Что да? Да, надеюсь. Надеешься на удачу. Твоя самая высокая нота. Воспроизведи. Вы готовы? Да. Ну, мне кажется, у тебя есть все шансы на победу. Главное, верь в себя и помни, фишка всегда с тобой. А сегодня ты звезда фишки. Спасибо. 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 Корейское единоборство Тэквондо зародилось в далеком 1955 году. Из тех самых форм набирает популярность. Исключением не стал и наш город. Примером могут послужить сегодняшние соревнования. Но чем же так привлекает спортсменов данный вид спорта? Сейчас и узнаем. У тебя есть кумиры? Допустим, Джеки Чан, Брюс Ли? Нету кумиров. Брюс Ли. Джеки Чан. Как часто Тэквондо помогает тебе в жизни? От преступников, там, бандитов всяких? Ну, в этом случае не помогает. Еще ни разу не отбивалась, нет? Нет. Что мешает плохому тэквондоисту? Мне ничего не мешает. Лень. Знания, как мы уже поняли, у ребят очень огромные. Сейчас проверим, насколько ребята находчивы. Ведь, как известно, корреспонденты фишки славятся искрометными вопросами. Третий этап. Как выглядеть уверенным в себе, когда упал в лужу на людях? Стоит сделать какой-нибудь хореографический этюб. Как нужно быть уверенным в себе, если ты упал в лужу? Сделать вот так. Можно ли заснуть быстрее, если считать сразу две овцы? Вот этот метод мне явно не помогает. По три сразу считаешь. Почему стоит убирать лайки с фотографий, когда с кем-то ругаешься? Типа показать, что ты очень обижена и вот. То есть все. Ну, чтобы человек понял, что теперь его фотографии тебе не нравятся. Потому что этим ты показываешь свою обиду. Обидку показываешь. Сильно обижаешься, когда вот так делаешь. Ну, я, да, я грущу. Грущу, да. Почему снег делает вот так вот скр-скр-скр? Ну, потому что как бы... Потому что скр-скр-скр-скр это нормально. Но скрипит он в теме. Скр-скр-скр. Ну, наверное, он модненький. Сколько сникерсов нужно съесть, чтобы не тормозить? Ну, достаточно одного. Тебе помогает? Мне. Я не торможу, в принципе. Съесть тебе, чтобы не тормозить? 16 или 40. Две любимые цифры тут. Вот этот метод мне явно не помогает. Вот и справились ребята со всеми испытаниями. Теперь-то я понимаю, почему именно они представляют школу на конкурсе «Ученик года». Думаю, что они заслужили такую награду, которая поможет им оставаться всегда хорошими и умными. Ведь все мы знаем свойства шоколада. А вы с какого агентства? Немного с 24. 24? Все, начинаем работать. Кандир 1, дубль 1. Пишем. Вообще, на самом деле, я хотела бы забить себе здесь рукав, здесь рукав, там штанины, тупом, пол полностью. Но меня волнует вопрос, тату-мастера могут отговорить ребят от татуировки? Могут. А какой повод для этого нужен? Некрасивые эскизы, место подобранное. Есть такие татуировки, которые прям не нужны людям. Они думают, что она им нужна. Но она им совсем не нужна. Люблю Машку, хочу здесь Машку. Ну, ручкой напиши себе Машку, да походи недельку. Потом Машку разлюбишь и все. Собираю все-таки с духом. Отважилась я на первый серьезный шаг. Татуировку хочу. Нарисовали эскизик. Вот такой вот. И сейчас переведем на тело. Что еще делать? Так все, поэтому начинать бить надо, а не ободить ручкой. Просто пока что закрасишь ручками. Что, на самом деле больнее машинка для тату или... Сделал маркером, не стерился пару дней. Ладно. Это маркер, мама. Вот такая у меня татуировка получилась. Это эскизик, эскизик. Эскизик, эскизик, да. Моя очередь. Домашняя. Я, в общем, сейчас очень боюсь. Я тебе просто так надеюсь. Она смоется. А может, и не смоется. Как у меня там угла. Я так как сибирский мужик рисую. У меня все грубо. В общем, мам-пап, как обещала, домой со съемок вернусь без татуировок. Хотя соблазн реально очень велик, не скрою. Потому что татуировки сейчас охватили весь мир. И это реально крутой вид искусства. Но не хотите бить тату? Считайте тоже оригинальные. Ну или несовершеннолетние. Поэтому дождитесь своих 18. И уж в таком возрасте ваши вкусы вас, может быть, но точно не подведут. Поэтому, Джонни, спасибо за просвещение. Пожалуйста. Приходите забиваться. У нас на очереди танцоры. Люди, которые могут выражать эмоции и чувства движениями. И здесь найдем своих звезд. Каким стилем танца ты занимаешься? Современная хореография. Эстрадно-современным танцем. Мы занимаемся современными эресантными танцами. Никогда не хотели танцевать в Маринке или в Большом театре? Конечно, хотим. Это наша мечта. Мы стремимся к этому. Не знаю, не задумывалась, но, наверное, да. Это было бы круто. Кто для тебя кумир и чем ты хотела бы на него быть похожей? Наверное, я скажу, что мой кумир – это мой хореограф. Ирина Вячеслава Владимировна. Это наш руководитель. Мне нравится. Покажите мне движениями свободу. Пожалуйста. Покажите мне движениями эмоцию злость. Покажи мне танцевальными движениями нежность. Хорошо. Хорошо. Как зажечь звезду? Ну, я думаю, с неба ее не достать. Можно нарисовать и спичку поджечь. А мы сами себе звезды. А берешь, строишь лесенку трудом и упорством. И там есть волшебный щелчок. Ты берешь – зажигаешь. Нужно быть позитивным по жизни, и все получится. В который раз убеждаюсь, что наш город полон замечательных артистов, которые в будущем, несомненно, будут сиять на мировых сценах. А наши звезды будут для них компасом большой мир и памятью о начале пути. Состязание – неотъемлемая часть любого вида спорта. И тэквондо не стало исключением. Ведь только желание стать лучше других заставляет спортсменов идти вперед и никогда не сдаваться. Что тебе помогает поддерживать боевой дух? Моя команда. Ты сейчас предельно собрана? Абсолютно. Слово «тэквондо» задом наперед произнести сможешь? Нет. А если попытаться? Нет. Какого цвета пояса вообще бывает в тэквондо? Беложелтый, желтый, желтый, зеленый, 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 синий, синий, красный, красный, коричневый и потом черный. В здоровом теле – здоровый дух. Именно это показали и доказали участники сегодняшних соревнований. Занимайтесь спортом, смотрите фильмы с Жеки Чаном и помните, тэквондо зарядиться всегда пригодится. Чао! В чем твоя фишка? Моя фишка в том, что у меня есть верные друзья, которые… Давай, Санна! Моя фишка в том, что я живу танцем. Мы дружные коллективы под названием «Модель». Давайте Санна, мы не дружные сейчас сказали. А в чем твоя фишка? Знаем, когда? Правильно, ровно через неделю. Смотри нас каждую пятницу в 2020 на телеканале «Ноябрьск-24». И каждое воскресенье в 19.00 на ТНТ. Подписывайся на наш инстаграм «Ноябрьск-24». «Ноябрьск-24». Всегда с тобой. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!